Собственно, на сцене уже продюсер-проординатор специальных проектов компании worldgaming.net, и у вас другие части не специальные. Точка есть. Есть. Замечательно. Собственно, компания, которая делает World of Tanks, World of Tanks и много других проектов. И много других. Так. Слава. Здравствуйте. Так скажем, мне очень часто приходится выступать перед широкой аудиторией, поэтому сразу прошу прощения, если легкое волнение выдаст себя в моей речи. Значит, я представляю компанию Wargaming.net, кто не знает, это признанный лидер среди издателей фри-то-плей игр в жанре ММО и также разработчик с мировым именем. Вот. Компания основана в 98-м году. За этот период было более 10 успешных проектов, среди которых пошаговые стратегии, Massive Assault, операция Bagration, Order of War и такие успешные фри-то-плей проекты, как World of Tanks, мировой хит. О чем бы я хотел рассказать? Ну, в общем-то, я уже начал, да, список вопросов, которые я сегодня озвучу, он перед вами. Да, это наш, так скажем, лозунг, гимн, мы доставляем легендарные онлайн-игры глобально со страстью, если так дословно переводить с английского. Лидеры, да, это про нас, как бы никто не ожидал, но так получилось, что компания, основанная в 98-м году белорусами, захватила ММО, мир и сделала такой хит, как World of Tanks. Сейчас, на сегодняшний день, у нас насчитывается более 100 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру. Естественно, когда мы делаем игру, мы понимаем, что в нее играет большое количество людей. И эта игра стала нечто большим, чем просто игра. Она захватила умы, сердца людей, и в тот период, когда они не играют, мы хотим быть рядом с ними. Что для этого нужно? Нужно быть как можно ближе к пользователям, к игрокам. Когда люди не играют, мы хотим, чтобы они нас смотрели. Поэтому у нас есть YouTube-каналы, и это не один канал, я просто сделал, так скажем, просто принтскрин нашего канала основного по World of Tanks. По World of Tanks около пяти каналов. Также есть YouTube-каналы по другим проектам. В общей сложности у нас более 585 миллионов просмотров в сумме по всем каналам. Мы делаем контент разного рода. И почему мы его делаем? Потому что когда игрок начинает глубже уходить в игру, узнавать все больше и больше какие-то моменты об игре, ему помогает видео. Он начинает лезть в YouTube и смотреть, что же есть интересного по его любимой игре. Здесь появляемся мы и начинаем делать какие-то уникальные передачи, которые помогают облегчать жизнь игроку, помогают играть с более высоким КПД и тратить меньше денег на него. Также наш канал – это своего рода спасибо нашим игрокам, потому что на деньги, которые мы получаем от игры, мы делаем контент, который просто доставляет им удовольствие и помогает им скоротать время. То есть наша целевая аудитория – это в основной своей массе мужчины, которые интересуются историей, которым нравится военная техника. И по большому счету все наши передачи, они как бы немножко так имеют направленность, то есть историческую и техническую. Там и как делать из бумаги модельки всякие маленькие, и документальные фильмы, и развлекательные передачи, пока все в танке, например, такие названия есть. В общем-то, кому интересно, может зайти на наш канал, посмотреть весь перечень передач, которые мы выпускаем. В частности, я занимаюсь выпуском документальных проектов и документальных фильмов для нашего канала. Да, канал помогает после выхода фильмов. Мы смотрим статистику, читаем комментарии, таким образом получаем обратную связь от аудитории, анализируем, так скажем, успешность либо неуспешность документальных фильмов. Конечно, документалистика – не очень популярный формат для интернета, для ютуба, потому что а – она длинная, б – ну, люди не привыкли смотреть документальные фильмы, особенно те, которые проводят большинство своего времени в интернете или за играми, компьютерами. Поэтому нам интересно их мнение. Мы, так скажем, один из успешных фильмов, который мы сделали и опубликовали в сети интернет после того, как он прошел по фестивалям Т-34, фильм о реконструкторах, о людях, которые восстановили легендарный танк победы Т-34. То есть на сегодняшний день более миллиона просмотров только на одном канале. А также, если сложить все просмотры, которые были на западных каналах по телевидению, та аудитория, которая была покрыта, то это более 2 миллионов просмотров. Для документальных фильмов, на самом деле, это очень неплохо. Если вы вобьете в YouTube в поиске документальный фильм, отсортируете, поставите фильтр по количеству просмотров, то этот фильм будет на второй странице. Это неплохо. Потому что, в целом, даже если взять документальные фильмы, которые победители каких-нибудь престижных кинофестивалей, у них гораздо меньше просмотров. Тут есть ряд нюансов. Конечно же, у нас большая аудитория. Но не все наши передачи, даже исходя из того, что у нас огромная аудитория, смотрит такое количество людей. Это фильмы, которые мы делали. «Т-34», «Мейденчайна», «Подъем техники». Разные фильмы. Что такое, в общем, понимание документальных фильмов, для чего они делают? В глобальном мировом понимании, они делятся на следующие типы. Это средства обучения, исследования, пропаганда, хроника, публицистика. Что, так скажем, берем мы от нашей задачи, которые наши цели, которые закрывает документалистика? Значит, это PR, удержание аудитории, воспитание аудитории, формирование лояльности и GR. Это основное, для чего нам нужны документальные фильмы. Собственно, для чего удерживать аудиторию, вы, наверное, знаете. Когда вы думаете о развитии своего YouTube-канала, вам необходимо следить не только за тем, чтобы подписчики приходили, но и за тем, чтобы они не уходили. Если брать нашу целевую аудиторию, то есть у нас есть ядро, как у любого проекта есть ядро целевой аудитории. Это 25-35 лет, мужчины, интересующиеся военной тематикой, исторической тематикой. Вот именно для этой аудитории мы делаем документальные фильмы. Это более взрослые люди, они больше интересуются историей, они больше интересуются техникой. Собственно, они редко ходят на наш канал смотреть развлекательные передачи, такие как «Как правильно играть» или как, допустим, какие-то там, не знаю, беседы с разработчиками. Но вот серьезный контент такой, как документальные фильмы, они, в принципе, с удовольствием смотрят и понимают, что «О, круто, там такие комментарии есть, типа, я не зря плачу деньги, я готов платить еще и покупать там какие-то расходники в игре, вы только снимаете, продолжаете снимать такие фильмы». И вот, когда читают такие комментарии, такие, ну, как-то понимают, что, в принципе, твой труд, он кому-то нужен. Вот. Коротко об этапах производства. Я больше занимаюсь непосредственно производством, да, документальных фильмов. Я в меньшей степени люблю рассказывать о игровой индустрии, о развитии YouTube-каналов, о продвижении, хотя все это, конечно, идет рядом. Но конкретно в нашей компании есть целый огромный отдел «Видеотин», порядка ста человек. Там есть разные отделы. Есть отделы продвижения, есть отделы, которые делают сложную компьютерную графику, и есть отделы документального кино. Вот. Конкретно я занимаюсь именно документальным кино, и для меня, на самом деле, удобнее говорить именно про эту тему. Я вряд ли смогу вам рассказать что-то такое уникально новое, о чем вы, там, не слышали ранее, если вы интересовались документалистикой. Но я просто обобщил какой-то свой накопленный опыт, который попытаюсь вам передать, если вам интересно. С чего все начинается? Конечно же, документальный фильм любой начинается с поиска истории и главного героя. И чем интереснее этот главный герой, чем уникальнее история, тем больше вероятность, что ваш фильм будет иметь хорошие просмотры в сети интернет. После того, как вы нашли героя, нашли, казалось бы, интересную тему, необходимо провести исследование, потому что, а, по этой теме уже может быть снято несколько фильмов. Не факт, что ваш фильм будет интереснее, чем другие. Во-вторых, вы можете избежать многих подводных камней, если вы хорошо проработаете на этапе подготовки. После того, как вы тщательно исследовали тему, вы составляете структуру фильма. Ну, по крайней мере, я составляю структуру фильма, делаю это схематично и, так скажем, это является основой, по которой мы в дальнейшем работаем. Это такая, знаете, в общем-то, когда ты начинаешь делать фильмы не просто, вот мне пришла в голову идея, неплохо сделать бы фильм, а когда ты работаешь в каком-то продакшне, когда у тебя есть бюджетирование, планы, сроки, и тебе нужно вкладываться и делать не один фильм в год, а больше, ты пытаешься свой процесс упорядочить и сделать его, ну, что ли, более систематизированным, методичным. Вот, поэтому после... все имеется, так скажем, четкий свой порядок. После того, как мы создали структуру фильма, мы уже примерно понимаем, какие нужны нам будут съемки, где, куда ехать, сколько людей, мы начинаем планировать. Планирование съемочного периода составляем календарно-постановочный план. Ну, если так, можно сказать. Далее идет расчет рисков. Риски бывают разные. Один из примеров... К примеру, у нас был проект, который мы хотели снимать. Он был про двух диггеров, если вы знаете, кто это. Такие люди, которые лазят по всяким заброшенным местам. Руферы, диггеры, сталкеры, в общем, их по-разному называют. Те, кто любят посещать закрытые места. И, в общем-то, мы с ними спланировали пойти по зимой по замерзшему озеру на остров, которого нет на карте. Он находится 30 км от береговой линии. Самый короткий путь. И, в общем-то, по ходу нашего путешествия мы планировали снять документальный фильм небольшой про этих людей. Мы долго готовились, мы уже прям все так рассчитали. И, к сожалению, мы не учли того момента, что озеро может не замерзнуть. Вот. На этом все закончилось, весь проект. Мы его отложили, может быть, на следующие года, когда будет зима похолоднее. Это я про риски. То есть, вы потратили время, вы съездили, провели встречи какие-то подготовительные. Все это бюджет. Все это перелеты, гостиницы, питание. Все это тянет, так скажем, с вас. Поэтому риски нужно просчитывать. Составляем бюджет. Если все-таки вам удалось хорошо просчитать все. Выставляете бюджет. Согласовываете с заказчиком сроки и, так скажем, сумма, которая будет стоить производство этого фильма. У нас тоже есть заказчики, хотя мы и сами, ну, как бы, выступаем заказчиками своего контента. Тем не менее, у нас есть отделы, которые заказывают этот контент, и есть отделы, которые его производят. У нас внутри компании такие же рыночные отношения, как и, собственно, везде в индустрии. После того, как мы согласовали и получили одобрение всех, так скажем, заказчиков, что, да, действительно, этот фильм нужен, что он закрывает определенные цели, которые преследуют, допустим, отдел маркетинга или пиара, мы начинаем рабочий процесс именно с заключения закрытия юридического вопроса. Заключаем договора с всеми участниками съемок. Почему это надо? Потому что, если вы начинаете снимать документальный фильм, и люди просто связаны с вами обязательно, ну, какими-то устными договоренностями, не факт, что эти люди пройдут с вами до конца. Потому что, когда вы начинаете съемочный фильм, у вас, во-первых, в голове одна мысль, одна картина, как это должно выглядеть, ближе к концу у вас, а, заканчивается терпение, б, вы понимаете, что ваш фильм уже, может быть, не получается такой, как вы хотели, и, ц, человек, который снимается по дороге, может вообще, не знаю, устать, уйти, и там, ему потерять интерес к проекту. Поэтому очень хорошо, когда вы платите деньги этому человеку, хотя бы минимальную сумму, и связываете себя с ним юридическим договором. Вы страхуете себя от всякого рода неожиданностей. Конечно же, оговаривать условия договора желательно до начала съемок, прямо сразу, при первых встречах, тогда вы будете себя чувствовать более комфортно в процессе. Собственно, съемки, пост-продакшн, монтаж, это коррекция звук, и после того, как фильм снят и смонтирован, вы разрабатываете пиар-стратегию и занимаетесь фестивальным продвижением. Я, ну, не знаю, если потом у вас будут вопросы, я расскажу поподробнее, остановлюсь на этом. Далее пойду по своей презентации. Что влияет на планирование и на бюджетирование? География, съемок, логистика. Это то, о чем я говорил. То есть, когда вы составляете бюджет, вы должны смотреть, идете вы на замерзшее озеро или не идете. То есть, от этого много что зависит. Техника, которую вам нужно арендовать, или, допустим, летите вы в Китай, или не летите на съемки. Все это достаточно, хотя бы одна поездка, но в далекую страну может кардинально изменить бюджет вашего проекта. Особенно, если он и так небольшой. Количество участников съемок и героев. Здесь тоже важный момент, потому что, когда вы начинаете договариваться с людьми, у всех разные ожидания. Кто-то, кому предложили впервые участвовать в документальном фильме, уже может мнить себя звездой и требовать какие-то интересные гонорары. Особенно, когда он слышит слово Wargaming и World of Tanks, у людей сразу загораются, знаете, глаза. И очень сложно вести какие-то адекватные переговоры. Все думают, что вот, как бы, просто у нас там станок стоит, и мы все печатаем по ходу. Время года, влияние погоды на съемочный процесс. Да, ну, это то, о чем я говорил. Место проведения съемок, разрешение на съемку в режимных объектах. В бюджет фильма также закладывается время, которое вы тратите на согласование документов. Есть закрытые архивы какие-нибудь, как в нашей Республике Беларусь, в которые попасть очень сложно. Когда ты подаешь заявку на съемки в таком месте, ты проходишь несколько кругов ада, чтобы добиться разрешения. В нашем случае последний мой опыт, это было порядка двух месяцев, и вот такая вот пачка документов для того, чтобы попасть в архив. Хотя у нас там был один съемочный день, как бы, да, и мы не могли, как бы, миновать эту локацию, для нас это было принципиально важно. Мы были не готовы изначально к тому, что это нас заставит потратить такое количество времени. Поэтому бюджет нашего фильма вырос не за счет того, что мы там куда-то съездили или не съездили, а за счет того, что мы два месяца оттянули съемки. Люди при этом получают зарплату, и все это формирует бюджет картины. Вот. И когда вы заранее прорабатываете концепцию какую-то, вы должны, ну, тут это продюсерская такая обязанность, вы должны осознавать, сколько времени у вас уйдет на согласование документов. Потому что вы не можете просто так взять, прийти в некоторые места и начать там снимать такие, как там аэропорты, там вокзалы, какие-то общественные места. Вот. Все это желательно учитывать. Вот такая, такое название курица или яйцо, сценарий или монтаж. Я сам часто задавался этим вопросом, особенно, когда начинал делать первые документальные фильмы. Вот я смотрю такой фильм какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь Манского, да, и думаю, ну, неужели вот он все прописывает с самого начала? Все вот эти, там, диалоги, все вот эти кадры постановочные, либо же структура фильма рождается потом, на монтаже. Первый свой фильм, который я сделал, это фильм Т-34, у меня вообще не было никакой структуры, даже на начальном этапе. Я просто снимал, и вообще не было понятия, что это будет фильм. Мне говорят, вот слушай, мы тут вот танк восстанавливаем, можно поснимать. Ну, хорошо, я поснимаю. Я снимал с октября месяца по май следующего года, то есть практически полгода. И потом, когда появилась идея, ну, когда, так скажем, ближе к середине этого съемочного периода, я понял, что я вошел, так скажем, в интимную зону этих людей, они меня подпустили к себе ближе, они начинают при мне обсуждать интересные вещи, у них есть какой-то конфликт внутренний, который я уже вижу. Я понял, что это может быть интересный документальный фильм, раскрыть, собственно, судьбу и характер этих людей. Вот. И в тот момент, когда я все это отснял, я начал составлять структуру фильма, не имея никакого представления о том, как делается документальное кино, я начал составлять структуру фильма так, как у меня получалось. То есть я разбил, как бы, какие-то сцены, разделил их на, так скажем, по эмоциональному заряду, положительный и отрицательный. Я, ну, как бы, не то, что я там совсем далеко был от кино, то есть я больше к игровой части стремился. Вот. Поэтому, как пишется сценарий для игровых картин, я имел представление, я постарался привести документальный фильм к такой структуре, которая имеет классические игровые фильмы. Вот. Но все это я делал после съемок уже. То есть у меня составлялся фильм после съемочного процесса. В следующих проектах я понял, что это очень тяжело, это отнимает много времени и нужно как-то, когда ты с самого начала начинаешь что-то делать, лучше пойти по другому пути. ты составляешь примерную схему, структуру, ты прорабатываешь какие-то поворотные линии, там, каких-то героев, как, где они будут пересекаться, и снимаешь уже по этой структуре. По крайней мере, ты можешь спланировать, где тебе надо снять, кого тебе надо снять, а уже на монтаже ты дорабатываешь. Поэтому я, ну, как бы, все эти, все эти моменты, так скажем, монтаж дополняет какие-то недоработки на начальном этапе, а начальная подготовка, составление структуры помогает вам избежать проблем на монтаже. Также есть такое понятие, ну, я, так скажем, использую его, конструирование реальности. Если вы видите человека, допустим, вы понимаете, что вы будете снимать про него фильм, он вам кажется интересным, но, и даже какая-то история может казаться интересным, но, когда вы начинаете снимать, вы понимаете, что вы не можете передать, допустим, эту интересную историю и этого интересного человека раскрыть именно, он перед камерой может зажиматься, он может не говорить о каких-то там совсем откровенных вещах, как вам бы хотелось. Для того, чтобы вам раскрыть конфликт, вам иногда надо сделать что-то, что заставит создать какую-то ситуацию такую и погрузить вашего героя, чтобы он вышел из своей защитной какой-то оболочки. Для этого я просто в какой-то момент принял решение создавать, собственно, какие-то события. Я говорю человеку о том, что нам надо поехать туда и сделать вот это. Я знаю, что это очень неудобно для этого человека. Я знаю, что он недоволен, ему не очень нравится вся эта идея, но он уже связан с нами договоренностями и он погружается, уже идет не потому, как ему хотелось бы по пути наименьшего сопротивления и комфорта, а он идет по нашему запланированному пути. Таким образом мы создаем где-то дополнительный конфликт, а человек, он раскрывается в этих ситуациях неприятных для себя. Он начинает показывать свое собственное лицо. Это то, что нужно режиссеру, я думаю, раскрыть человека, заставить, погрузить его в зону дискомфорта, где он начнет как-то себя раскрывать. Ну, в общем-то, на этапе монтажа тоже мы можем какие-то моменты усиливать либо сглаживать. Бывают какие-то фразы, случайно сказанные героем, очень сильно меняют смысл всего происходящего. Я не буду говорить, читать лекцию на тему монтажа, все знают прекрасно, как можно с помощью вырванного какого-то фразы или контекста, поставив его в нужное место, изменить вообще, так скажем, эмоциональное напряжение какого-то момента, как можно поменять смысл. Поэтому монтаж, ну и по большому счету я пришел к выводу такому, что монтировать документальную картину должен режиссер. Если вы хотите, чтобы ваш фильм получился такой, каким вы его хотите видеть, садитесь и делайте это сами. Потому что, когда вы отдаете свой материал монтажеру, будьте готовы к тому, что вы увидите фильм, может быть, хороший, интересный, но не такой, каким вы его думали или задумывали изначально. Тут уже ваш выбор, чем вы занимаетесь, продюсированием, режиссурой или монтажом. Что отличает фильм документальный, который будет хорошо заходить в интернете, от фильма, который хорошо заходит, допустим, на фестивалях? Ритм и темп в том числе. Ну, как бы, конечно, везде должна быть одинаково интересная история. Хорошая история, она всегда удерживает зрителя, не только в интернете. Но интернет, YouTube – это такое место, где люди не привыкли долго ждать или смотреть на какой-то эстетичный план. То есть люди очень быстро переключаются. Если ты теряешь зрителя, все, он уходит. Он кликнет в одну секунду на другое какое-то всплывающее окно и все, вы его потеряли. Поэтому фильмы, которые изначально рассчитаны под еду, под интернет, они должны быть, на мой взгляд, более динамичны. По крайней мере, я смотрю и анализирую те фильмы, которые мы делали. Если фильм, допустим, без какого-либо сюжета, ну, есть сюжет, допустим, «Восстановление танка», да? Ну, я не говорю про Т-34, потому что, на самом деле, фильм Т-34 – это не о танке, это фильм о людях. И если вы посмотрите, вы в этом убедитесь. Есть там у нас другой фильм «Восстановление СУ-100». Те же люди, тоже танк, но фильм не о людях, а о танке. И абсолютно другой эффект, другой результат просмотров, это все сразу видно. Поэтому думаю, что в данном случае очень важно, как бы, помимо самого сюжета фильма, еще и тот ритм и темп, который вы выдерживаете в монтаже. Если достаточно интересных моментов, которые такие крючки, вы по ходу фильма, ну, как бы, я стараюсь расставлять какие-то крючки эмоциональные, когда человек что-то цепляет, когда человек что-то удивляет, тогда зритель, он с вами присутствует. Он может в какой-то, вот, допустим, вы монтируете, вы понимаете, вот тут вот есть эмоциональное какое-то провисание, и человек здесь заскучает. Если вы сразу после этого не поставите какой-то крючочек, как-то не удивитесь зрителя, чем-нибудь не зацепите его, то вы можете потерять его. В общем-то, аналитика на Ютубе позволяет видеть процент удержания аудитории. А еще лучше, когда ваши фильмы показывают, допустим, на большом экране, прийти в зал и посмотреть на людей, смотреть на их реакцию секундомерами и видеть, в какие моменты у них там тухнет взгляд. Тогда вы сразу понимаете, где вы, так скажем, сделали ошибку в структуре. Удивить, заинтриговать зрителя можно разными способами. Неожиданный звук, неожиданный какой-то поворот событий, там, я не знаю. Как бы много способов, об этом, наверное, лучше рассказывать отдельно про монтаж. Так, ну, немножко я уже забежал вперед в своем наступлении. Что делает фильм интереснее для Ютуба, да? То есть интересная история, харизматичный герой. Если ваш герой уныл, никто на него смотреть не будет. Ну, желательно выбирать героя, который, знаете, есть такие пограничные состояния, когда вроде бы еще нормальный человек, но достаточно интересный. Потому что снимать фильм про ненормальных тоже можно, но это как бы уже другая целевая аудитория должна быть. А вот когда вы находите человека такой на грани, либо его на эту грань может привести все что угодно. Жизненная ситуация, там, какой-то внутренний конфликт, или еще какие-то события. Но такие люди наиболее интересны. То есть, когда такие, знаете, крайности. Снимать фильм про обычного человека вообще неинтересно. Это, наверное, как и наблюдать за этим человеком. Начни наблюдать за мной и соскучишься. Вот найдешь какого-нибудь человека, который горит какой-то идеей, фанатичен в своем профессии, в хобби или еще в чем-нибудь. И такого человека можно смотреть как на огонь и в воду. Как и любая другая история, документальный фильм должен иметь вот эти основные моменты. Экспозиция, завязка, развязка, ну и кульминация. Если я ее не выделю. Для чего? Для того, чтобы зрителю было интересно. Потому что любая история, она должна быть рассказана ну, как бы по законам жанра, наверное. Если вы читали книгу Роберта Макки «История на миллион долларов», или, допустим, Миттан написал книгу «Кино между Адамом и Раем», это есть, в конце концов, Шекспир, который давно изложил правила рассказа истории «Основы драматургии». И даже документальный фильм можно сделать интересным, если вы следуете вот этим вот легким правилам. Правила, они как бы иногда, конечно, кажутся шаблонными, но основная проблема шаблонов в том, что они работают. Если вы, как бы, следуете шаблонами, вы можете быть уверены в том, что ваш зритель будет с вами. Порядок, как вы делаете, допустим, экспозицию, это уже ваш свободный полет фантазии режиссера. Вы можете экспозицию дать закадровым голосом каким-то, вы можете просто, если у вас есть возможность, вы можете сделать реконструкцию каких-то событий в документальном фильме. Причем реконструкцию событий можно делать разными способами. Это не обязательно с точностью и достоверностью, с актерами снимать те какие-то моменты, которые происходили в жизни главного героя. Можно очень поверхностно, метафорично, отстраненно снять какое-то событие. Я, допустим, в этом году посетил Лас-Вегас на NAB-шоу, был тоже доклад про документальное кино, и американские режиссеры делились опытом, как они снимали историю о нападении двух полицейских на гражданского человека. И, в общем-то, он застрелил одного из полицейских, и как потом выяснилось, что... Ну, он не знал, что это были полицейские, он их застрелил, и потом началось разбирательство, и, в общем-то, эту всю историю нужно было реконструировать. Естественно, что они сделали? Они просто брали и снимали очень крупно. То есть, если это погоня, то это какие-то, знаете, такие фрагменты, отрывки, там, машины, колеса, зеркала, там, какие-то отражения, там, пистолет с рукой. То есть, на вот таких планах, на таких кадрах можно выстроить, и вот вам надо, допустим, перекрыть голос или говорящую голову, там, несколько минут. Вот вы можете такой реконструкцией себе весь фильм снять. И при этом вы не должны напрягаться по поводу того, что актеры не похожи, не соответствуют действительности или еще что-то. Ну, это, как бы, такие американские советы, да. Материал, когда... Ну, вот, структура фильма, анализ микрособытий. Это мой личный опыт, который я приобрел, когда именно монтировал фильм, снятый без изначальной подготовки, да, когда у меня был материал, и мне нужно было сделать что-то, что заставит человека сидеть перед экраном и смотреть. Это картинка, на самом деле, скриншот из книги Роберта Макки, «История на миллион долларов». Вы можете там много чего найти. На мой взгляд, она максимально хорошо отражает структуру по, так скажем, по эмоциональной заряженности кадра, да, положительная либо негативная. Все фрагменты, весь материал, который вы отсняли, вы можете разделить грубо, очень грубо, ну, на три части. Положительный, негативный и просто экспозиционный. То есть, есть материал, который просто дает информацию. И чтобы вам рассказать какую-то историю, вам порой, ну, просто необходимо давать какую-то информацию. А есть моменты, допустим, положительные, есть негативные, они уже помогают вам рассказывать историю в красках. То есть, не просто дать какую-то информацию, а дать информацию с оттенком, как бы, в хорошую, либо в плохую сторону. Человек переживает, либо человек, там, рад, либо он крайне рад. И таким образом вы понимаете, что происходит с героем. Поэтому, если человек, ну, вот в моем фильме, там, допустим, совершает какое-то физическое действие, и он промахивается топором по тому месту, куда ему надо было попасть, и, ну, чуть ли не причиняет травму своему, там, близкому человеку, эмоционально можно отнести это к негативной части. И когда, допустим, у нас идет какая-то экспозиция, и мы долго рассказываем, там, о том, где он учился, работал, то есть, что было его призванием, и мы следом ставим какой-то момент напряженно, подводим это музыкой, мы понимаем, что тут он умучить рук не отрубил, да? Это бодрит зрителя. То есть, такие моменты, они заставляют держать зрителя в напряжении, в интересе. И, к примеру, там, может быть, потом, если вам будет интересно, я могу найти фрагмент веселого примера, да? Когда просто в кинотеатре весь зал начинает смеяться. По сути, фильм грустный, но весь зал, вот, в одну минуту начинает весь зал смеяться. И, ну, это по-другому не может работать. И когда у тебя есть такие отрывки на таймлайне, допустим, минусы, плюсы, минусы, плюсы, ты можешь чередовать. Тогда зритель, ну, он постоянно переходит с тобой, ты его ведешь. А, ну да, как бы с этим сталкиваются все режиссеры, все продюсеры. Когда вы заканчиваете какой-то проект, ну, в своем фильме, вы понимаете, вы можете сделать из своего главного героя кого угодно. Да, точно так же, как журналисты могут сделать из спикера, там, хорошего, либо плохого спикера, да? Всегда можно вырвать контекст и изменить общий смысл какой-то. И, допустим, ну, из моего опыта был фильм, когда, ну, я снимал фильм про женщину, он, как бы, по определенным причинам не вышел. Ну, да, собственно, женщина была очень интересной. Вот, когда я говорю о пограничных состояниях каких-то, да, то есть она была фанатична своим желанием. И она занимала достаточно высокий государственный пост при этом. Ну, внешне для людей она была настолько просто вот эталон. Она открыла матрицу, знаете, как открывать закрытые двери письмами. Вот. И она, как бы, добилась вообще невероятных каких-то успехов. Но когда я понял, что если я сделаю фильм правдивый, если я вот покажу так, как вот она, на самом деле, кто она есть, как я ее увидел со стороны, то есть, когда люди воспринимают человека в жизни, они видят его только в, так скажем, оболочку, да? Когда ты приходишь к человеку в семью и начинаешь видеть влияние вот этого вот всего на детей, ты понимаешь, что на самом деле это ужасно. И, как бы, тут есть обратная сторона. Я понял, что, ну, как бы, надо как-то так, люди в основной своей массе, они не готовы. Ну, и, допустим, мы, как компания, да, мы тоже не можем показать, допустим, вот, не знаю, Талибанский снял фильм «Девственность», да, и продал за 500 тысяч долларов право первопоказанного, первопоказанного. Ну, мы фильм «Девственность» снимать не можем и показывать на своем канале, потому что, ну, у нас другие рамки, у нас другое направление. Мы не можем затрагивать какие-то глубокие социальные темы. Наши фильмы, которые выходят на нашу аудиторию, они должны быть, в принципе, в какой-то одной тематике. Поэтому на нас это накладывает определенные обязательства. И в том числе в выборе темы, и мы отвечаем за то, как люди по итогу будут выглядеть. Если был пример такой хороший, мне рассказала одна режиссер, ее фильм занял призовое место на... В общем, она сняла фильм, ее фильм занял не одно призовое, она постоянно начала, ну, там, с этим фильмом заняла много, так скажем, взяла много наград на кинофестивалях, получала за это какие-то финансовые, ну, там, денежные премии, но ее герой лишился работы. Вот. И она отдавала часть своих премий, так скажем, герою в качестве компенсации за свой успех. Ну, вот, как бы, перед каждым режиссером в той или иной степени становится такой вопрос, и вы уже сами должны решать, вы должны быть готовы к тому, что выход вашего фильма, он может повлиять на судьбу реального человека. Вот. В принципе, я так вкратце рассказал обо всем, что хотел. Я, так скажем, если у кого-то есть какие-то вопросы, я могу попробовать на них ответить. Желательно вопросы по тематике документальной этапа. Да, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Вопрос к структуре про домовки фильма. Я часто встречался с такой проблемой. Вроде бы, следуешь всю эту тему, расслабляешься с человеком в форму того, вот как договариваешься о сюжете. Вот правда, мы будем снимать сюжет. Правда, вы будем с вами в интервью. И, например, попытаешься оговорить некоторые темы, хоть на какие мы будем говорить. И человек тебе расслабляет, что что-то говорит. На следующий день, когда включается камера. Он, нам говорится, чем другое. Он жужжу думает. Я же это говорю, с чего я буду это говорить. И, так сказать, и заслабляет себя с тем, что человек в камеру не говорит те важные ключевые моменты, которые в дликих, в дликих они будут слышать. Вот есть при нем такой, где говорить ни о чем уже с человеком, да? И вот, для кого вопрос. Исследование темы и смысл на съемка. Имеет ли смысл на следование темы уже брать с собой под аппарат или на камеру какую-либо? И хоть в таком-либо качестве и незначительном на себе не снимать. Я понял ваш вопрос. Вот прям вот ситуация, как у меня когда-то была. Я нашел свой выход из этой ситуации. Во-первых, я всегда с собой беру камеру. Даже когда я еще не снимаю. Когда я знакомлюсь с героями. И вот если брать пример фильм про реконструкторов. Два месяца, когда они восстанавливали танки, я снимал только танки. Я не снимал их в бытовке, где они едят, обедают, обсуждают горячие темы. Я их там не снимал. Потому что как только я включал камеру, естественно, они начинали напрягаться. И начинали говорить сугубо о теме техники и восстановления. Я просто выключал камеру, ставил ее либо на штатив, либо на стол ложил. Но всегда объективным к ним. То есть они привыкали. Я их приучал, знаете, как... Ну, сами знаете, как кто. Как дрессировщик. И потом, через какое-то время, когда они привыкли, я был удивлен тому, как люди уже... Ну, по итогу я вот так вот камеру к ним подносил, они смотрели сквозь нее. То есть для меня это было удивительно, но это работало, знаете. Еще вот по поводу того, что люди на начальном этапе что-то говорят. Во-первых, ну, конечно, не всегда человек готов к тому, чтобы вы сразу снимали. Но если есть возможность снять, снимите с рук. Снимите как-нибудь. Ну, будет записан, по крайней мере, голос, и вы можете потом перекрыться чем-нибудь и использовать эти слова. Либо, если у вас все же так получилось, что вы не смогли снять сразу, хорошее такое средство на время съемок быть другим составом. То есть вы приходите не один, а приходите, допустим, с каким-нибудь человеком, которого он видит впервые. И тогда, когда вы зададите вопрос, он, конечно, ну, зачем мне два раза... Если вы завтра придете, мне уже будет некомфортно вам одному рассказывать то же самое, что я сегодня рассказывал. Но если там будут другие лица, я расскажу им. Точно так же и человек. Когда вы приходите на следующую съемку с каким-нибудь свежим взглядом и свежими ушами, он будет рассказывать ему. Ну, у меня так получилось. Однажды я, так скажем, узнал, какие-то интересные факты из жизни людей, но я это не записал. Я взял на следующую съемку ассистентку, она сидела, слопала глазками, люди с удовольствием рассказывали ей по второму разу всю ту же самую историю. А сколько раз они рассказывали, ну, вот как мы тебе вчера говорили, и дальше, сколько было сносов на предыдущие рассказы? Еще раз, я вопрос не понял. Ну, обычно, когда появляется какой-то новый человек в компании, то выясняется, что, ну, мне же вчера рассказывали, и вот дальше продолжают, как вы сказали. Были такие смыслы, чтобы идти на ваше предыдущее общение? Нет, конкретно так не происходит. Люди просто, ну, да, иногда там, ну, вот помнишь то, о чем я тебе говорю? Да, ну, крайне редко, но чаще люди просто умолкают. Они не считают нужным тебе, как бы, повторно говорить о том, что ты и так уже знаешь. Они знают, что ты знаешь, и все, и ты их уже не обманешь. Ты можешь сказать, что ты себя плохо чувствовал, забыл о том, что они тебе говорили, но как бы это не факт, что прокатит. Может, в первую встречу надо заставок проводить? А еще, а еще, знаете, можно просто закрывать людям рот в нужный момент. Так, все, хватит, сейчас ты молчишь. Вот, об этом я тебя спрошу, когда у меня будет камера. Но это касается, конечно, людей, которые, допустим, более молодого поколения. О, кстати, я для вас подготовил трейлер фильма, который еще не смонтирован, но мы сейчас работаем именно над этим проектом. Там была такая забавная ситуация, опять же, про структуру и про то, как оно получается. То есть, когда ты начинаешь съемку проекта, который подразумевает под собой какие-то соревнования, у меня было так, в глобальном моем понимании. Вот есть команда, чемпион мира уже много лет, и она должна всех порвать и победить. А вот есть команда, которая, по идее, должна слиться, а вот есть команда, которая вообще никак выступит. И на этом у тебя построена структура. У тебя там есть, допустим, вот главный герой, он тут должен победить, в конце должен быть хэппи-энд и какая-то там мораль из этой всей истории. Но когда ты начинаешь снимать, ты понимаешь, что чемпионы просто сливают, а та команда, которую никто не снимал, выходит вперед, ты понимаешь, что у тебя вообще все рушится. Ты не можешь вообще из этого составить, у тебя абсолютно все идет не по плану. В данной ситуации хорошо. Мне просто повезло тем, что я, я не знаю, что мне подсказало, но я просто начал снимать команду, которая в итоге победила одного из игроков заранее. Это фильм про киберспорт, фильм про наш, в принципе, про геймеров. Ну, посмотрите, может быть, будет понятно. Я попрошу вас выключить запись, потому что этот ролик не для общего просмотра, а только для людей, кто не спешит. В главных ролях здесь был Дима Фричман, родом из Харькова, и, если кто не знает, команда Na'Vi имеет, так сказать, большое количество игроков из Украины. Это сильнейшая команда, Nathus Vincere, которая многие годы подряд была чемпионом. Но вот в прошлом году их одолела команда Ашеры, Hellraisers, которая тоже 50% состоит из игроков в Украине. Вот такие проекты мы как бы снимаем. Это еще в процессе. Пожалуйста, ваши вопросы дальше. Еще что-то. Пробу учить, я и грабящий. Вот девушка. Да, сейчас. Рассказать немножко больше о разности между документальным проектом просто остальные, документальный проектом по YouTube, дистрибуция в интернете, промо, которое вы делаете, чем оно отвечает на документальный фильм? Дистрибуция в интернете, но мы этим не занимаемся. У нас есть свои финансы, естественно, но какая-то монетизация, все равно она же. У нас монетизация, она через игру идет. То есть там, мы будем благодарны, если люди посмотрят наш фильм бесплатно, и потом пойдут поиграют немножко. Вот. мы как бы в этом заинтересованы. Да, мы пробовали продавать наши фильмы. Многие каналы готовы показывать их, но я хочу сказать так, что почему-то телевизионные каналы не очень хотят платить. То есть, но мы не та компания, которая будет из-за там, допустим, какой-нибудь телеканал, ну не федеральный, а какой-нибудь там региональный, да, готова заплатить там 300 долларов за твой фильм. Ну, извините, тут как бы бюджеты немножко другие, и мы понимаем, что мы не отобьем деньги на этой документалистике. Но мы можем создать такую благоприятную атмосферу для нашей аудитории, которая от нас не уйдет, и которая нам компенсирует потом вот, так скажем, наши расходы временные и финансовые за этот фильм. Продвижение для, ну, в принципе, мне кажется, нет никакого, нет никакой разницы, продвигаете вы фильм, созданный для Ютуба, или фильм, который, не знаю, сделан для какого-нибудь фестиваля авторского кино, да. В принципе, сейчас продвижение, оно все идет через интернет, да. Если вы хотите продвинуть свой фильм, вы по-любому будете его продвигать через интернет. Ну, я не знаю других способов продвижения, там, да, можно там показывать трейлер в кинотеатрах, но для, что касается фестивалей, то документальные фильмы так не продвигают, да. Документальные фильмы всегда идут в рамках каких-то программ, продвигают фестивали, и люди уже приходят на кинофестиваль посмотреть фильмы. Свой фильм, если мы продвигаем свои фильмы, мы используем такие каналы, как известных блогеров, которые имеют большую аудиторию, какая-то пресса, которая пишет об этом, игровая пресса, пресса, которая пишет о кинематографе. То есть мы просто им даем информацию, они публикуют какие-то статьи, мы им даем какой-то уникальный контент. Вот, собственно, люди узнают о фильме, и уже дальше ваша задача, как режиссера, как продюсера, сделать интересный тизер, интересный трейлер, чтобы людям захотелось потом вернуться и посмотреть этот фильм. И я надеюсь, это ответил на ваши вопросы. Так, еще будут вопросы? Давайте, дали, двигаемся дальше. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.